друзья всем привет добро пожаловать на мой канал скоро новый год а это значит что в каждой семье в каждом доме наступает предпраздничная суета все думают о подарках родным и близким также думают о декоре как украсить квартиру или дом к новому году и к этому случаю я конечно же подготовила для вас мастер-класс по пошиву вот такой вот новогодней салфетки для стола она украсит ваш новогодний стол и конечно же придаст такое новогоднее настроение надеюсь вам этот мастер класс понравится но прежде чем приступить я конечно же попрошу вас подписаться на мой канал если вы все еще этого не сделали а также поставить колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну а мы начинаем одного блока для нашей салфетки нам потребуется вот такое количество деталей я под видео оставлю ссылку где вы сможете скачать шпаргалку для раскроем и давайте начнем вот эти детали мы пока отодвигаем берем наши эти две детали и теперь нам нужно эти детали пришить к нашим красным нам нужно еще пришить эти детали к нашим квадратом маленьким так 4 также мы максимально все это соединяем теперь берем чтобы нам экономить время и максимальное количество деталей прострочить скалываем те детали которые нам нужно сейчас будет прошить длинным деталям к одной из длинных деталей тоже взять наш квадрат зафиксировать с той стороны где у меня идет булавка я буду прокладывать строчку на расстоянии припуска 0,7 сантиметра вот так вот эти детали мы заутёживаем на сторону светлых а здесь припуск мы заутюжим на сторону темной детали так вот наши детали теперь нам нужно вот к этим маленьким деталям снова пришить квадраты только уже с другой стороны к этой детали нам нужно пришить нашу вторую детали из красного цвета все нам останется проложить здесь строчки так после того как мы проложили строчки мы точно так же на этих деталях припуск заутюжим на сторону светлый светлого прямоугольника на этой детали в сторону красного нашего прямоугольника и теперь нам нужно взять вот эти детали это мы пока откладываем в сторону это нам попозже понадобится и теперь нам нужно вот эти детали таким вот образом пришить друг другу так вот такие детали у вас должны получиться о том как делать красивые стыки и вот эти эту изнанку я показывала в предыдущем видео поэтому сейчас я ссылочку здесь прикреплю вам должна подсказка выползти у вас вот так должно получиться в зеркальном отражении теперь надо к этим деталям нам пришить вот эти два маленьких прямоугольника красного цвета и прокладываем строчку по этой стороне теперь нам нужно к этим двум прямоугольникам при пуске кстати заутюжила на сторону темного прямоугольника пришить вот эти две детали при пуске я снова заутюжила на сторону вашего красного прямоугольника главное не перепутать детали наши теперь берем наши вот эти полоски и прокладываем строчку по нашей вот этой стороне так после того как мы наши детали сделали вот у меня вот так наизнанке я опять сделала замочки теперь нам к этой детали нужно пришить нашу центральную полоску так вот такой вот блок у вас должен получиться вот такая знак у него его мы откладываем на наших всех квадратах нам нужно провести нам нужно 4 прямоугольника то есть 44 минут будут разные стороны смотрится так вот эти прямоугольники мы наши квадраты располагаем вот таким вот образом чтобы когда мы проложим строчку у нас белый треугольник был с этой стороны так положили зафиксировали 4 прямоугольника мы укладываем уже вот таким образом теперь нам нужно проложить строчку вот у этих прямоугольников по этой линии в этих прямоугольников по вот этой линии так после того как мы прошили по нашим линиям мы отрезаем вот эту часть где у нас два треугольника просто вставляем припуск 7 миллиметров и отрезаем эти треугольники нам нужно будет заутюжить припуск на сторону светлого треугольника для того как мы заутюжили наши треугольники нам нужно снова взять наши квадраты на которых диагонали и уже разместить наш квадрат так чтобы это диагональ была параллельна нашим диагональному шву которому только что проложили нужно снова проложить строчку по нашей диагональной линии вот этой и вот эти детали у нас готовы мы их можем отложить теперь берем наши зеленые квадраты и фоновые прямоугольники на пришить наши квадраты и детали у нас готовы я проложила строчку и припуски заутюжила на сторону темной детали теперь к этой детали нам нужно будет пришить наши большие фоновые прямоугольники тут точно так же мы это все делаем зеркальном отражении внимаем как у нас это будет идти в блоке с раскладываем рисунок берем наши прямоугольники и кладем туда где у нас как у нас это будет все по рисунку выглядеть детали готовы я проложила строчку и припуски заутюжила на сторону большого прямоугольника чтобы вот в этом месте не создавать дополнительную толщину нам нужно к нашим блоком в двум нашим вот таким деталям так вот этот возьмем нам нужно пришить наши прямоугольники таки вот эти детали мы сшиваем друг с другом али готовы и припуски мы точно также заутюживаем на сторону основной нашей детали теперь нам нужно две этих детали пришить к нашему центральному блоку так после того как я прошила следите за тем чтобы у вас стыке совместились при пуске я точно также разутюжила в виде замочков на центральной части на этих двух деталях я припуски заутюжила в сторону наших от центра в общем вот в эту сторону и теперь нам нужно эти все три детали соединить между собой так вот такой вот блок у вас должен получиться на изнанке все должно быть красиво все припуски заутюжим для пошива нашей салфетки нам потребуется четыре таких блока я сделала два красных и два зеленых блока и теперь нам нужно будет их соединить между собой соединить их можно с помощью разделительных полос я возьму два блока и покажу вам вот например берем два блока берем полоску меня на три сантиметра вы это можете делать можете не делать можете просто два блока соединить между собой потом просто сшиваете типа два блока пришиваете к наши полоски это можно сделать а можно этого не делать и просто соединить все четыре блока друг с другом я решила сделать разделительную полосу между блоками и также такую же шириной полоски я хочу сделать по периметру всей моей полу этого салфетки все блоки я подровняла до размера 30 на 30 сантиметров и теперь мне эту полоску надо сколоть теперь я прокладываю строчку так я пришила полоску и теперь мне нужно для удобства моего чтобы у меня блоки располагались ровно я на моей полоски делаю отметки где у меня идут треугольники далее берем следующий блок складываю вот так на него и уже собственно я беру вот этим швы мои я размещаю по центру ну то есть на эти отметки и прокладываю строчку по этой стороне так после того как я пришила все полоски я пришила также с двух сторон от наших салфеток у наши салфетки я пришил еще и в двух сторон такие же полоски я подровняла нашу салфетку отрезала лишние кончики которые у меня торчали и сейчас мне нужно такую же полоску такой же ширины пришить по вот этим двум нашим длинным сторонам нашей салфетки но для того чтобы это сделать нам нужно будет соединить наши полоски я выкрою их по долевую по долевой чтобы они не растягивались то есть у меня долевая вот она не тянется тоже нам на шириной 3 сантиметра и чтобы мне их соединить я предпочитаю соединять их по под углом 45 градусов наберу вот так складываем две полоски таким вот образом одну накладываю на другую перпендикулярно теперь я маркером ручкой мелом чем угодно который исчезает я прорисовываю угол 45 градусов так беру лавку и фиксирую дальше беру снова другой конец вот этой полоски которую мы сейчас закрепили я беру следующую полоску и точно также размещаю проложить строчку по нашим линиям вначале и в конце мы делаем закрепку как я прошила на машинке под углом 45 градусов я обрезала лишнее и припуски разочужила в разные стороны у вас должен быть вот такой вот получится шов под углом 45 градусов далее нам нужно измерить длинную сторону нашей салфетки у меня в данном случае это сто двадцать четыре сантиметра зафиксировать на нашей салфетке начинаю с краев вначале и в конце я закрепляю постепенно вот так вот разглаживаю и немножечко если у вас не подалевой то тогда я вам рекомендую немножко натягивать эту полоску всем немножечко не фиксировать булавкой прокладываем строчку я полоску пришила начале в конце я делала закрепку припуски я за ученую на сторону нашей полоски сейчас я хочу подготовить нашу дорожку для стежки стежку я решил выбрать самую простую она мне будет прямолинейные и через каждых два сантиметра будет идти так после того как мы расправили наш топ я расправляю и фиксирую булавками можно использовать английские булавки можно использовать вот такие булавки обычно которые для шитья идут и мы фиксируем все три слоя если вы будете шить точно также стегать прямой строчкой то я вам советую установить на машинку шагающую лапку если вы будете стекать свободно ходовой стежка соответственно лапку для свх после того как я простегала так вы должны все это выглядеть хочу обратить внимание на то что смотрите насколько важно делать бэк больше чем на чтоб с каждого края я оставляла примерно вот по три сантиметра с каждой стороны и бэка и наполнителя после того как я простегала на смотрите насколько у меня сел бэк и наполнитель вот у меня осталось вот стольчика то есть практически в два раза у меня уменьшился соответственно в стежке и ткань для бэка и сам топ и наполнитель все это садится после того как вы простегали обязательно обратите внимание чтобы посмотрите на свою изнанку чтобы у вас не было никаких ниточка никаких защипов не было если у вас возник какой-то защип то обязательно остановите шитье либо распарить его если вы уже все простегали собственно и проверьте если у вас защипы или нет если у вас защипы есть то я рекомендую все-таки приучать себя к аккуратности и распарывать то место где у вас защип и снова простегать но при этом уже надо максимально растянуть ткань чтобы этого защипа у вас не было и теперь нам нужно пришить наш кант начинать я буду не не с краю я буду начинать где-то отсюда при этом я оставляю примерно 15-20 сантиметров не сколотым и начинаю фиксировать булавками наш кант с лицевой стороны то есть мы полоску скалываем лицом к лицу с нашим топом опять я кант немножечко натягиваю совсем чуть-чуть и скалываю это нужно для того чтобы у вас не фолдила потом изделия чтоб не образовывались никакие волны так после того как мы приблизились к нашему углу на нашем карте отмечаем место где у нас заканчивается наш квилт вот это место мы отметили и теперь нам нужно провести линию 45 градусов к нашей метки то есть я беру ту линейку где у меня есть 45 градусов разметка эту разметку то есть вот этот угол 45 градусов я помещаю совмещаю с нашим краем изделия с меньшим который у нас и у меня угол упирается в мою отметку я провожу вот можно не от начала можно в принципе небольшой отметки угол 45 градусов и фиксирую булавкой начинаю шить от первой наши отметки вначале я делаю закрепку так вот я дошла до нашей отметки если видно уголком на в положении внизу разворачиваю шитье и шью же по нашей линии и в конце делаю закрепку для того чтобы нам развернуть шитье вот мы проложили строчку здесь видите у нас край идет под 45 градусов дальше нам нужно сейчас я разверну дальше мы берем наш кант вот у нас был вот так мы ее сначала наверх складываем а потом этот край мы подгибаем вниз совмещая верхний срез дальше совмещаем наш боковой срез и совмещаем вот этот вот срез который у нас идет под 45 градусов и фиксируем булавкой дальше мы снова фиксируем наш кант чуть-чуть натягиваю его наше изделие на чтоб сделать отметку взять линейку 45 градусов где есть отметка 45 градусов угол мы размещаем в том месте где у нас заканчивается край то есть вмещаем край наши салфетки и угол 45 градусов и этот угол мы размещаем к нашей точке соответственно делаем отметку 45 градусов и точно так же мы далее мы прошиваем прокладываем строчку уже от начала нашего топа на ширине нашего припуска и снова мы доходим до нашей отметки останавливаемся разворачиваем шитье и уже шьем по наши вот это отметки и в конце делаем закрепку шить мы начинаем от самого края вначале мы делаем закрепку девочки после того как у вас остался последний угол и последняя сторона то есть вот у вас уже кончик второй канта вот он мы не доходим мы не доходим до вот этой отметки мы оставляем примерно столько же ну то есть оставляем до кончика нашего канта примерно тоже примерно 10-15 сантиметров ну то есть я вот буду шить где-то вот до сюда чтобы закрыть нашу окантовку натянем и зафиксируем наш кант с этой стороны точно так же с этой стороны мы вот этот кант натягиваем чуть-чуть смотрим где у нас заканчивается наш начинается наш второй кант конец канта вот он видите так вот здесь здесь и здесь то я уберу вот теперь вот видите вот этот кончик вот эта отметка это я с учетом того то что его немножко буду натягивать теперь от этой отметки мы отмеряем ширину на нашего канта у меня ширина канта 4 сантиметра значит я от этой отметки отмеряю 4 сантиметра если например у вас кант шириной 8 сантиметров значит вам нужно 8 сантиметров отметить если у вас 5 сантиметров значит вы 5 сантиметров откладывайте от этого деления и чертим линию и обрезаем по нашей отметке и теперь смотрите чтобы нам соединить эти два кончика нам нужно во первых определить лицо да у одного и у второго вот у нас лицо значит я на левое на левый кант вот у меня лицевая сторона вот это изнанка это лицевая я кладу перпендикулярно лицом друг другу две наших деталей вот таким вот образом как мы сшивали наши полоски беру булавку и фиксирую даже на самом деле я немножко люблю чтобы кончики торчали чтобы мне было проще ориентироваться на кант на нашу полоску чтобы потом в дальнейшем не начертить полоску можно в принципе переставить и теперь нам нужно начертить полоску здесь под углом 45 градусов точно так же как мы соединяли друг с наши полоски видите лицо лицо перед тем как сшивать обязательно проверьте то что у вас после того как вы сошьете у вас все должно быть лицо у меня бывает такое то что я одну полоску перекручу и у меня получается здесь заворот такое тоже бывает у меня вот и теперь мы прокладываем строчку по нашей линии в начале и в конце мы делаем закрепку лишнее я обрезала оставив припуск и сами припуски разутюжила в разные стороны и теперь нам нужно этот кант приметать ну то есть решить продолжить нашу строчку и закончить том месте где мы начинали после того как мы соединили как все сделали я припуски сначала приутюжила потом заутюжила вот таким вот образом со всех сторон к нам осталось этот кант подогнуть с другой стороны собственно кант мы подгибаем два раза наш оставшийся край не гибаем вот таким вот образом чтобы наш вот этот вот изогнутый край согнутый перекрывал нашу строчку буквально на 1-2 миллиметра с углом которого мы будем формировать вот смотрите я сначала подгибаем близко к нашему изделию таким вот образом сначала один край вот видите я подогнула меня остался второй край я его подгибаю тут надо следить за тем чтобы у меня правда у меня тут еще стежка меня путает вот подогнула один край и теперь вот этот край я снова подгибаем формируя уголок у вас вот здесь должен быть получиться изгиб как он слишком тонкий можно показать поближе у меня сформировался уголок я его зафиксировала и продолжать дальше так еще раз показываю я ближе к тому углу который я сейчас буду формировать уголок максимально подгибаю кант фиксирую с одной стороны и с другой стороны сформировала здесь зафиксировала здесь уже у меня на автомате подворачивается мой кант я беру сначала один сгибаю вот видите не получается линия потом подгибаю второй кант край у меня вот здесь формируется угол 45 градусов такой и этот угол я фиксирую щипчиками и так я делаю все углы по всему периметру канта если вы точно так же как и я планируете все-таки строчку здесь делать на машинке в раскол соответственно я рекомендую сметать подогнуть кант и сметать и смотреть обязательно смотрите чтобы у вас были углы под 90 градусов то есть если вы все сделали правильно так как я показала то соответственно у вас не получится очень очень ровно сейчас я покажу что я буду делать дальше машинку я установила снова шагающую лапку положение иглы я сделала нижняя чтобы иголка останавливалась в нижнем положении и теперь благодаря тому то что у нас припуск заутюжен вот в эту сторону строчку в раскол выполнять очень очень просто то есть нам этот подгиб помогает так покажу сейчас вам с лица вот собственно у меня видите прям практически шов прошелся в раскол с оборотной стороны тоже проверяем чтобы у нас все было хорошо если вы хорошо все подогнули то у вас везде будет одинаковый то есть одинаковое расстояние и продолжаем и точно также вот такая вот у нас салфетка в итоге получается на этом мастер-класс подошел концу я надеюсь что он вам понравился если у вас остались какие-то вопросы обязательно задавайте в комментариях я стараюсь на них ответить ну и в принципе буду рада любой вашей обратной связи и конечно самая главная благодарность для нас мастеров это ваши результаты по пошиву мастер-классов конечно если вы сошлете такую салфетку обязательно отмечайте меня у себя в instagram а я вашими результатами буду делиться у себя в stories на этом у меня все если вы вдруг еще не подписались на мой канал обязательно подписывайтесь ставьте лайки ставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео а я с вами прощаюсь буквально до следующего видео всем пока